Харе Кришна, дорогие друзья, я приветствую вас! Сегодня 1 ноября 2023 года, я наконец добрался до Индии, и сегодня у нас на очереди 138 выпуск ответов на ваши вопросы. Ом Шри Кришна Арпанам Асту! Пусть это служение будет моим подношением Шри Кришне. Сегодня мы начинаем выпуск с вопроса Оксаны. Она пишет, я работаю репетитором. Подскажите, пожалуйста, как можно связать уроки литературы и русского языка с ведическим знанием? Понимаю, что должна сама это придумать, но мне не хватает каких-то общих принципов, концепции. Да, это непростое дело, так вот в прямую любую форму деятельности связать со служением Богу. Насколько я понимаю, репетитор работает по каким-то определенным шаблонам, есть какая-то учебная программа, он либо готовит школьников к выпускным экзаменам, либо абитуриентов к вступительным экзаменам, и там какие-то определенные требования. Но какие-то параллели с ведической культурой можно найти всегда, тем более, что они реально есть. И в языке они чувствуются наиболее очевидно. То есть можно сказать, если это никак не мешает вашей основной программе, что русский язык очень тесно связан с санскритом, что санскрит — это праматерь всей индоевропейской группы языков. Есть такая книга, которая называется «Санскрит в реке русской речи». И там очень много параллелей, корней, различные слова, их связи, там очень много можете найти. И что касается литературы, я не знаю, конечно, что сейчас там проходит. В школе уже давно все это в моей жизни закончилось. Но я уверен, что русскую литературу вы знаете. Но чтобы найти какие-то параллели, для этого нужно теперь хорошо знать ведическую литературу, по меньшей мере, эпос Махабхара Тарамайна. И есть еще такие, скажем так, для детей произведения, как «Панчатантра», «Хитападеша». Допустим, басни Крылова очень подозрительно похожи на вот эти вот поучительные моральные истории с «Хитападешей» и «Панчатантры». Может быть, где-то он оттуда и подглядел. Не знаю, если они были, конечно, тогда доступны. Но удивительно похожи некоторые вещи. Можно рассказать о том, что Лев Толстой, светила русской литературы, был знаком с Бхагавадгитой, восхищался этим произведением. То есть какие-то, может быть, непрямые такие вот связи, но косвенные есть. Вот в этой сфере, я думаю, лежит ответ на ваш вопрос. Далее вопрос идет от Дайви Шакти Дэви Даси. Скажите, пожалуйста, после оставления тела человек при жизни страдал деменцией или был с психическим заболеванием, сразу же освобождается от своего искаженного видения? То есть с физическим телом понятно, уходит все, что причиняет боль. А как с психикой? Карма – это очень комплексное понятие. И мы знаем, что карма в ее проявленном виде, прорабсха кармы, которая проявляется через определенные телесные симптомы, имеет корни глубинные. То есть начинается все с определенного умонастроения, с каких-то внутренних вещей, желаний, каких-то импульсов, которые потом уже получают какие-то внешние очертания, дают внешние плоды. И да, вы правы, что, допустим, если человек какой-то у него был чисто физический недуг, то со смертью этого тела этот физический недуг уходит, если этот недуг был вызван чисто внешними причинами, например, старением организма, старением нервных тканей, мозга и так далее. И это то, что называется рудха-карма. То есть рудха обозначает отжитое, отработанное уже все, больше она уже не приходит к нам. Но с психикой сложнее, потому что внутренние наработки, привычки, вкусы, какие-то интересы, убеждения, это все определяет во многом наше будущее. И поэтому все те недуги, которые просто были вызваны уже каким-то возрастом, только возрастом и более ничем, они, естественно, заканчиваются со смертью этого тела. А те недуги, которые могли быть вызваны каким-то неправильным настроением и так далее, это может продолжиться. Потому что мы же видим, что рождаются дети с какими-то синдромом Дауна или с какими-то ментальными проблемами, с какими-то психическими отклонениями. Это что значит? Это значит, что корни в прошлой жизни. Поэтому, в общем, если корни проблемы на тонком уровне, они могут пролиться дольше, чем одна жизнь, в зависимости от тяжести, каких-то прегрешений, которые человек смог совершить. Поэтому тут возможны разные варианты. Если просто какой-то внешний дефект изо старения, это одно. А если глубинные какие-то корни из-за неправильного умонастроения, поведения человека в прошлом, тогда это может продолжиться больше, чем на одну жизнь. Алексей Капитанчук спрашивает. Как быть, если ты понимаешь, что ты варна-санкара? Может, основная часть общества варна-санкара. В чем тогда смысл этого общества, если большинство людей являются нежелательными на этой планете? Для тех, кто не знает, варна-санкара означает неправильное смешение варн. Варна – это природа человека, которая состоит из двух основных понятий – гуна и карма. То есть гуна – это определенное влияние на его ум, на тонкую природу человека. А карма – это уже внешняя деятельность. То есть как эта внутренняя гуна проявляется через какую-то внешнюю форму деятельности. И вместе гуна и карма рождают варну. То есть очень важно не путать, а с кастой. Каста – это уже выродившаяся система. Каста – это то, что при рождении человеку присваивается. Родился в такой-то семье, значит, вот такая твоя каста. А варна – это качество, с которыми человек родился, независимо от того, в какой семье он родился. И действительно, люди, у которых вот эта гуна-карма такая очень сильно смешанная, варна-санкара, эти люди очень часто мучаются какой-то неопределенностью по жизни. Они страдают именно от того, что не могут никак определиться. Им того хочется, другого хочется. Они не знают, куда потратить свою энергию. И вот этими своими метаниями, этой своей внутренней недовлетворенностью они также треплют нервы другим, доставляют им всевозможные беспокойства. И, к сожалению, мы видим, что в Кали-югу, да, большая часть населения – это варна-санкара. И это происходит потому, что люди позабыли вот эту вот тонкую технологию, что такое правильное взаимоотношение, правильный брак, принципы совместимости, что должно присутствовать для того, чтобы появлялись нормальные гармоничные дети. Вот это всё полностью практически забыто. И поэтому какие-то случайные хаотичные связи, какие-то браки непонятные, которые возникают просто на основе какой-то внешней симпатии, без проверки реальных принципов совместимости. Это всё и приводит к появлению вот этого нежеланного потомства или варна-санкары. То, о чём Арджуна беспокоился, если мы почитаем внимательно первую главу Багавадгиты, потому что он говорит, что эта варна-санкара, она ввергает всё общество в ад в полный хаос. Никто не знает цели жизни, никто не знает ничего, всё вот такое. Вот также такие принципы совместимости, преступлений, брак, как то, что мужчина должен быть более высокой аварной, чем женщина. Это игнорируется. Игнорируются астрологические принципы, такие как Накшатра Гана. То есть в какой Накшатре, в какой доле какого знака зодиака находится луна, потому что эти Накшатры бывают разной природы, дева, божественная, манушья, человеческая, ракшаса, демоническая. И далеко не все они между собой совместимы. Люди в большинстве своих этих тонких вещей не знают. И поэтому эти всякие гремучие смеси, они порождают довольно-таки странное потомство. И, естественно, возникает вопрос, что с этим всем делать. Вот. Ну, Шрила Прабхупада обычно говорил, что мы должны стараться извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. Вот. Можно отчасти исправить дефект нашего физического рождения, как? Получив второе рождение, получив духовное посвящение. Ну, по меньшей мере, получив духовное знание. То есть дикшу официальную, может быть, не все получат. Вот. Но мы можем получить духовное знание, дивиагиану, что, по сути дела, и есть посвящение. И благодаря этому духовному знанию мы сможем возвысить свое сознание и понять, что, да, моя материальная природа может быть смешанная, может быть, не идеальная, но я, как душа, внутри идеален. И развивать себе вот эту сторону вопроса. И когда возвышается наше сознание через духовную практику, это в изрядной степени нивелирует или смягчает вот эти все дефекты нашего материального рождения, вызванные недостатком культуры в Кали-Югу, культуры создания семьи, культуры зачатия потомства и так далее. Вот. И вот это вот духовное понимание, оно придает жизни более высокий смысл, более высокую цель. Вот. И на пути этого нужно просто, ну, дожить, как говорится, и жить вот эту вот свою остаточную карму и все. Ну, или, как я иногда привожу в качестве примера, можно попробовать себя в разных направлениях, как мой отец, он был до обеда врачом, после обеда художником, до обеда он работал в госпитале военном, после обеда он шел в свою мастерскую, там, писал картины. Совершенно разные варны. Врач – это больше брахман, художник – это больше шудран, в нем это как-то так удивительно гармонично сочеталось. Вот. И он в разных апостасях представал. И, в общем, люди бывают, что там, кто там, певец-то тоже, Розенбаум, да, он вроде и врач, и музыкант, певец. Вот такие вещи бывают. Смешанная варна – ну, ничего. Если у людей есть разум, они могут как-то все эти вещи сгармонизировать, равновесить. Следующий вопрос задает Радхараман. Что такое гипноз с точки зрения вед? Было ли что-то подобное в прошлой юге? Если было, то как это было раньше? Да, одиннадцатая песня Шимат Багаватам, пятнадцатая глава, описывает 18 типов йогических совершенств. Называется йога-сидхи – мистические способности человека. И среди этого списка есть такие виды мистических совершенств, как ишито-сидхи. Буквально означает способность манипулировать различными материальными элементами. А если мы внимательно почитаем тексты наши, то увидим, что ум – это один из восьми материальных элементов. То есть не просто передвигать какие-то предметы на расстоянии или что-то еще. Манипулировать чужим умом, как одним из восьми элементов, это ишито-сидхи. И даже есть еще одна ваше-то-сидхи, более могущественная способность управлять аж тремя гуннами материальной природы. Но это слишком круто. Никакие гипнотизеры на это не способны. А вот эта манипуляция чужим умом возможна. Поэтому, как правило, все эти сидхи основаны на запасе какой-то прошлой аскезы. То есть люди ведут какой-то аскетичный образ жизни, ограничивают себя. А потому что аскеза – это одна из форм аккумуляции внутренних сил, накопления. И когда человек совершал эти аскезы, это как он, допустим, много-много работал, заработал много денег, потом можешь легко тратить их. Вот точно так же люди, которые практиковали какие-то аскезы и они хотели манипулировать другими, они по воле, параматмы могут получить такую сидху или такую мистическую способность. И потом она проявляется в том, что они могут внушать людям какие-то идеи или управлять их умами. Следующий вопрос задает Оксана. Правда ли, что наше преданное служение начинается только после освобождения? И правда, и не совсем. А потому что преданное служение существует на разных уровнях зрелости. Для примера мы можем взять искусство. Допустим, начинающий музыкант, начинающий художник. Они с самого начала что-то играют, какие-то простые гаммы, может быть, играет музыкант, какие-то, может быть, несложные вещи рисует начинающий художник. Но в строгом смысле слова еще нельзя называть искусством с большой буквы. Это так, осваивание азов. Нотная грамота, гаммы, то да сё, или теорию композиции изучает художник, навыки рисования и так далее. И только когда он пройдет уже хорошую подготовку, он уже станет профессионалом, вот теперь то, что он делает, можно уже причислить к настоящему искусству. Точно так же в преданном служении мы сначала осваиваем базовые навыки. Сначала меняется наше понимание жизни, концепция, философия. Я не тело, то есть я не связан с этим материальным миром впрямую. Связан через карму, но эта связь не вечная. А вечная связана с Богом. И какие эти отношения, бхакти, что это такое. Мы учимся базовым вещам, какой-то дисциплине, каким-то правилам чистоты, каким-то простым формам служения, когда Кришна говорит, предложи мне листок, цветок, плод или воду. Мы пытаемся повторять святое имя. Это все осваивание азов. Но поскольку у нас также на начальном этапе много материальных привязанностей, привычек, каких-то еще не совсем все сложилось и достаточно мы созрели, то это наше служение нельзя назвать в строгом смысле слова чистым. То есть это такое подготовительное, это то, что называется в ведах термином пурвакрия. То есть пурвакрия – это предварительная деятельность. Допустим, если кто-то собрался проводить огнеход, труд – это огненное жертвоприношение, для того, чтобы ее провести, нужно, чтобы кто-то собрал эту ягья-кунду, жертву на арену, принес кирпичи, очистил место, засыпал песок, огстью разровнял, нарисовал там все эти янтры внутри, костерчик соорудил, украсил цветами, фруктами. Без этого ягья не может состояться. Но вот эти все подготовительные вещи, они еще не являются самой ягьей как таковой. Это пурвакрия – предварительная деятельность. Но без нее никак невозможно. Точно так же само преданное служение – это когда душа уже с любовью служит Богу, когда уже не тяготят какие-то материальные желания, не отвлекают там ее какие-то привычки и прочие вещи. Это будет называться чистым преданным служением. Мы сейчас просто пытаемся к этому подойти, подготовить. Это пурвакрия – предварительная деятельность. Но без этого никуда. Поэтому в строком смысле слова отчасти ваш ответ верен, что чистое преданное служение начинается с уровня освобождения. Как в Бхагавадгите, 18 главе, 54 стихе, Кришна говорит Брахма-бута, прасанатма, нашочати, наканкшати, сама сарвешу-бутешу, матбхатим, лабхате парам. Что преданное служение мне, матбхатим, преданное служение бхакти мне, лабхате парам, он обретает лабхате. Когда он Брахма-бута, когда он достиг уровня яния тела, душа, прасанатма, он наполняется этой духовной радостью, нашочати, наканкшати, он не скорбит ни о прошлом и не мечтает ни о каком материальном будущем, сама сарвешу-бутешу, он равно относится ко всем живым существам. Вот теперь он получает право с преданностью служить мне. То есть это уже такое чистое преданное служение. Далее Маргарита Харрис. Уже около 30 лет начали на меня всякие болячки сваливаться, и я так поняла, что скорее всего они были врожденными, просто развели именно сейчас, значит тянутся с прошлой жизни. Иногда бывает так плохо, что реально хочется освобождение получить или даже новое молодое тело, и в такие моменты тяжело заниматься духовной практикой и думать о Кришне. Могут ли эти болезни перейти и на следующую жизнь? Тоже подобный вопрос у нас в начале был, что то, что пришло из прошлой жизни, обычно заканчивается в этой жизни, со смертью тела. А те семена, которые посадили в этой жизни, они дадут плоды в следующей жизни. Поэтому, чтобы не отягощать себя, свое будущее, если вы боитесь о своем будущем воплощении, нужно первое, терпеливо изживать свою прошлую карму, второе, стараться жить в гуне благости и не сажать семян новой кармической деятельности, не гневаться, не обижаться, не мстить, не желать зла, не оскорблять никого, не совершать ненужного насилия, кроме в случаях вынужденной самообороны, развивать духовное знание, которое проявляется практически в том, что вы понимаете, все живые существа являются духовными частицами, частицами Бога, поэтому на высшем уровне мы все родственники, мы все братья и сестры. И вот такое отношение само по себе, оно уже является определенным духовным иммунитетом, ведет какую-то определенную силу, которая освобождает человека от всяких разных этих внутренних реакций и от внутренней инерции кармы. Тогда можно надеяться, что вот эта вот жизнь, она будет последней, а даже если не последней, то следующая будет намного легче, потому что в этой вы уже не будете сажать семян какой-то греховной кармы. Светлана Литвинова спрашивает, когда утром я читаю на четках джапу, то включаю аудиокнигу на Шимат Бхагаватам, читает преданный, получивший на это благословение своего духовного учителя, чтобы ум не улетал и чтобы все время думать о Кришне. Правильно ли это? Или такое чтение джапы неприемлемо? Это разные процессы и желательно их не смешивать. Можно послушать шастры перед началом джапы в качестве настройки, чтобы как-то ум получил нужное направление. Потому что иначе вы будете невнимательны, ни там, ни сям, и это не будет полностью погружение в джапу, это не будет полностью погружение в шастры, а невнимательность это одна из форм оскорбления, а оскорбления, как известно, тормозят процесс. Поэтому, когда вы читаете джапу, надо слушать джапу, можете включить джапу Шилы Прабхупады, типа унисон с ним повторять. А шастры лучше слушать, когда вы занимаетесь какой-то, может быть, механической деятельностью, ну там, уборка или готовите, принимаете просад и так далее. Вот в этом случае шастры будут очень хорошо идти. А джапа и шастры вместе не самое лучшее сочетание. Хотя и то, и другое трансцендентная деятельность, но они в данном случае не будут позволять вам погрузиться во что-то одно из них по-настоящему. Юрий задаёт вопрос. Возможно, мой вопрос будет бестактен. Но если коров запрещено убивать и употреблять пищу, то что с ними делать, когда они заполнят большие территории? Сразу обозначу, что я не живодёр и противник убийства животных. Очень люблю коровье молоко. К слову, коров вроде бы достаточно в Калужской области, а молока натурального крайне мало. Вот парадокс. Ну, по поводу дефицита натурального молока в Калужской области я вам ответить не могу. Это вы сами как-то исследуете. А я попытаюсь ответить на первую часть вопроса. На самом деле, этот вопрос решается, он очень сложный. Он решается. Но он решается только тогда, когда за него берутся какие-то очень большие силы. Или очень богатые меценаты, или даже если это программа на каком-то государственном уровне. Тогда вот такие масштабы, они позволяют найти ресурсы, вот эту проблему решить. Иначе в одиночку это просто невозможно сделать. То есть, требуется очень серьёзный подход. Это подобно пенсионной программе. Мы знаем, что когда человек становится стар, нетрудоспособен, с него никто уже не требует работы, но на этом основании его не утилизируют, его не убивают просто от того, что он не может работать. Ему пенсию платят. Вот. И мы говорим, ну да, есть пенсионный фонд, он учитывает, что человек не всю жизнь сможет работать, поэтому там какие-то проценты, коэффициенты и так далее. Вот. То же самое поддержание старых коров, старых быков, это как забота о пенсионерах. Потому что мы знаем, согласно ведам, корова – это мать, она даёт молоко, бык – это отец, он даёт зерно, потому что на быках раньше пахали землю и земли, вот это вот семена росли, рождали злаки и так далее. Вот. То есть, только вот такая вот масштабная программа, либо на уровне государства, либо на уровне каких-то таких вот богатых очень людей, спонсоров, меценатов. Только это может как-то действительно в широких масштабах этот вопрос решить. Вот. И это всё должно быть основано на понимании, что коровы и быки – это непростые животные. Так, вроде бы, как бы с точки зрения зоологии, такие же, как все, да, верблюды, лошади, козлы, свиньи и так далее. Вот. Но кроме вот этого чисто, так сказать, ну, зоологической принадлежности каким-то там группам, видам, отрядам я в этом сильно не разбираюсь. Есть ещё некоторое метафизическое значение. Так, с точки зрения ветвь, в теле коровы спроецированы 33 миллиона полубогов. И сама Лакшмидеви в интересном месте находится. Не будем уточнять, в каком коровы. Вот. Значит, представляете себе, да, 33 миллиона полубогов и Лакшмидеви находятся. И вот когда люди убивают коров, они беспокоят всю вселенную, они беспокоят всех полубогов. А полубоги – это Адедайва, это те, от кого зависит благополучие людей. Поэтому, если люди совершают такие невежественные действия, не понимая метафизической природы коровы и быка и оценивая их просто как какие-то там зоологические виды, то это серьёзное невежество. И также к этой метафизике нужно отнести то, что сам Бог – это Гопал или Говинда, тот, кто пасёт коров, заботится о коровах, делает для них всё наилучшим образом. Это животные особенно дорогие ему. И поэтому, когда люди совершают прямо и легко сонасилие этими животными, это не нравится Богу, как можно духовно развиваться. То есть люди портят свою собственную жизнь и беспокоят весь мир вокруг. И поэтому неудивительно, что в Каль-Югу, когда вот это вот убийство коров процветает, войн вспихивает там и сям. Внешним каким-то поводом для каких-то военных конфликтов, могут быть там что угодно, какие-то там территориальные претензии, что-то ещё, какие-то провокации. Это внешние поводы, это не причины. Причины глубже, нужно различать повод и причину. Повод – это внешний какой-то фактор, а причины они всегда глубже, они не видны. И когда люди сажают эти семена насилия, то это потом только повод нужен. Допустим, спичка зажжённая, она не является причиной для пожара, это повод. А причина в том, что, допустим, там сухое сено или там какая-то жидкость огнеопасная. Вот это причина. А спичка – это просто повод временный какой-то. Если этого огнеопасного ничего нет, спичка прогорела 30 секунд и всё, никакого пожара нет. А если есть вокруг что-то огнеопасное, тогда эта спичка как повод, она станет, скажем, породит вот такую огромную проблему. А причина-то глубже была. вот поэтому вот эти вещи нужно понимать. И коровы в этом плане – это не просто сентиментальность индусов, это реальные вещи. Реальные для тех, кто понимает тонкую реальность. И поэтому это нужно учитывать. Юрий спрашивает. Вопрос год назад примерно задавался. Сегодня 1 октября 22 года. Я сейчас говорю 1 ноября 23 года. Это был год и месяц назад, значит. В свете безумия, происходящего на территории Украины, хотелось бы узнать и понять. Это же как надо было напакостить всем нам в прошлых жизнях, чтобы получить такую ответку. Хотя это чем-то перекликается с началом из Бхагавадгиты, где на Курукшетре сошлись братья в противостоящих армиях. Прошу вашего толкования и вашего видения этой ситуации. – это очень многоуровневая проблема, которая имеет много корней, идущих из прошлого. Они очень причудливо переплетаются. Не всегда можно сразу понять, почему происходят такие вещи. Братоубийственные войны или гражданские войны. Бывают тоже один и тот же народ в одной и той же стране. Серьезные потрясения бывают. Вы привели вполне уместную аналогию из Махабхараты о конфликте между двоюродными братьями. Были два брата Дритараштра и его сыновья Кауравы. Другой брат Дритараштра – это Панду и его сыновья Пандавы. И они двоюродные братья между собой. При этом у них общий дедушка. И дедушка очень крутой, сам Вьясадева, потому что Вьясадева был отцом и Дритараштра, и отцом Панду. И несмотря на то, что такие прямые родственные связи, такая очень серьезная, родословная, Вьясадев – это литературное воплощение Кришны, тем не менее, это не помогло. Но вот эта аналогия о родстве, я прошу ее дальше не продолжать никуда, не пытаться выяснить, кто в данном конфликте Пандавы, кто Кауравы. Это уже неуместно совершенно. В данном случае аналогия заканчивается только на этой идее родства, что даже между близкими родственниками могут возникать такие серьезные конфликты, которые практически на полное взаимоуничтожение. Мы знаем, что на Курукшетре практически все единицы там остались. Итак, я не претендую на то, что я во всех деталях понимаю эту ситуацию, скажу лишь только то, что я понимаю. Я вижу здесь три уровня конфликта. Это национально-идеологический, такой больше внутренний, территориально-политический и геополитический. Вот это то, что я вижу. Может быть, есть что-то еще, я не знаю. И тут на всех трех уровнях какие-то обоюдные ошибки, которые уходят в историю определенную. На уровне межнациональных отношений ошибки, на уровне политики и так далее. В это я не буду погружаться, потому что у нас не политический какой-то анализ. Мы разбираем, в общем, большей частью духовные причины этого. Но, тем не менее, и какие-то национально-идеологические, политические проблемы, это, в общем, достаточно решаемые проблемы. При наличии доброй воли, какого-то обоюдного диалога, способности слушать друг друга, это проблемы, но они решаемые. Но когда между двумя вот этими силами противоборствующими вмешивается какая-то третья сила, которая ведет себя, так сказать, очень закамуфлированно, которая выступает вроде бы как друг, как доброжелатель, который отдает деньги, который обещает светлое будущее при условии полного послушания, но на самом деле имеет какие-то свои далеко идущие планы, которые ставят цель, так сказать, принести зло одной из сторон руками другой стороны. А тут уже все сложнее. Это уже такой геополитический уровень, потому что это, как вот сейчас говорят, это вся тема противостояния востока и запада, коллективный запад, коллективный восток, еще коллективный юг появился. Осталось только тюленям и этим полярным медведям в коллективный север объединиться и тянуть всем во все четыре стороны. Вот это будет кали-юга полная. Вот. То есть смысл в том, что есть вот эта вот третья могущественная заокеанская сила, которая как-то так вот очень глубоко уже давно противостоит миру востока, славянскому миру. И давно, так сказать, неоднократно пыталась разными путями этот мир ослабить. Вот эти попытки никогда не прекращаются. Вот. И сейчас как бы один из этапов, когда руками одной страны, значит, пытаются навредить другой стране. Вот. И когда, допустим, в рамках Украины, Украина и Россия, в принципе, особых больших проблем нет. Они, какое-то напряжение было, но такое, несерьезное, небольшое. Вот. Но, так сказать, допустим, есть какие-то националистические тенденции, были по меньшей мере раньше. Вот. И стоит начать их усиливать, вот эти вот искорки раздувать, поддерживать. Вот. И получается, что какое-то меньшинство, раньше это было меньшинство, оно приобретает большой голос. А большинство украинцев, это совершенно нормальные люди, которые с русскими воевать-то и не собирались никогда. Вполне, так сказать, адекватные, вполне дружелюбные. Вот. Но так уж получается, что вот этот какое-то меньшинство националистическое при поддержке вот этой вот третьей внешней силы, оно получает большое влияние, оно получает определенную власть. И уже, так сказать, адекватно мыслящие люди ничего с этим поделать не могут. Это уже как джинн, который выскочил из бутылки и все уже. Вот. И теперь эта ситуация, она уже практически неуправляемая, потому что когда несколько, два-три поколения детям прививают какие-то определенные идеи о том, что соседи, они такие там глупые, плохие и так далее, там москаляку нагеляку и так далее, все эти вещи. И, а другая часть, адекватная часть общества как-то все это глотает, с этим не борется, то в конце концов вот эта вот как болезнь, если ее не лечить, она же разрастается, правильно? Вот. И в конце концов она захватывает уже широкие массы. И в какой-то момент, значит, это все уже переходит границы. Вот. Плюс ко всему прочему, так только что мы говорили, да, вот есть внешние поводы, а есть внутренние причины. Когда вот эти вот внутренние причины, то есть карма негативная, и там, и здесь люди продолжают нарушать законы Бога, эта негативная карма накапливается. Вот. Это происходит не мгновенно, как вот вода, она же не мгновенно закипает, а постепенно, постепенно, постепенно температура растет, потом начинает выкипать уже из кастрюли. Вот. Или, допустим, как вот там вулкан, да, вот он там постепенно, постепенно какие-то процессы идут, потом это все пошло уже наружу, и лава, и пар, и кипяток, и камни. Что вы с этим можете поделать? Это же долго-долго все шло. Вот. Поэтому до какого-то момента, значит, эта вот точка кипения, точка невозврата проходит, и все, и начинает тоже неконтролируемый процесс. Теперь нужен только повод. Повод. А повод может быть что угодно, там, любая провокация. Первая мировая вина, как началась. Какого-то там австрийского посла, или какого-то там знатного человека, или какого-то дипломата там убили в сарае, вот причина Первой мировой. Ну, не какая-то не причина, это просто повод. Причины глубже значительно. Вот. Регулярно кого-то там убивают, но воины из-за этого не вспыхивают. Вот. Поэтому здесь нужно очень четко различать вот эти вот моменты, что послужило каким-то внешним катализатором, каким-то поводом, а что было причинами. Естественно, что я не могу и не хочу погружаться во всю эту историю вот этих всех отношений. Она очень большая. По этому поводу много всякого, так сказать, написано, много разных исследований есть. Вот. Я только вот о принципах говорю. И почему возникает много споров по этой теме? Потому что люди рассматривают эту проблему с разного уровня причинности. То есть, допустим, кто-то считает, что вообще этого никаких причин нет. Просто там лидер одной страны, вот он такой плохой, агрессивный, решил начать войну. Это самый примитивный поверхностный уровень, который, ну, люди недалекие. Вот. А те, кто мыслят глубже, они понимают, что у всего этого есть очень глубокие причины на самом деле. Вот. И поэтому с разных точек, с разных исторических точек можно рассматривать. Кто-то там со средних веков начинает отслеживать, Кто-то там чуть позже, кто-то начинает с момента, там, 90-х годов, когда НАТО, так сказать, сначала пообещало, что не будет двигаться на восток, а Горбачева потом стала двигаться на восток. Вот. И, так сказать, уже через страны бывшего, там, Варшавского блока, а потом уже вот через, допустим, там, Украину и так далее. Вот уже какое-то движение. Естественно, это угрожает безопасности России. Но какая страна будет на это спокойно реагировать? Вот. Естественно, что нужно что-то делать. Вот. И там какие-то минские соглашения ждали, там, просили, надеялись на какое-то мирное разрешение и так далее. Годы проходят, ничего не решается. Ну, тогда последняя фаза уже. Но это, опять же, говорю, только один взгляд. Другие с другой стороны рассматривают. Поэтому здесь нужно просто понять, что все проблемы в понимании этой вещи, этой темы происходят от того, что люди поводы сравнивают. Не причины, а именно поводы. Вот тот-то сказал это, этот сделал то, это причина. Это не причина, это повод. Причина — это накопление кармы. И когда она накапливается, тогда все стоит только поднести спичечку, какой-то повод создать, и все. И дальше, когда вот это уже извержение вулкана пошло, пока все вот это вот изнутри не выйдет, молись, не молись, это уже просто накопленная карма, которая должна выйти на поверхность. Вот, если коротко, я так понимаю все эти вещи. Тот же автор. Еще один вопрос. В свете происходящей мобилизации в России, опять же, это речь идет о событиях годовалой давности, у меня есть желание уклониться или скрыться от этого процесса. Я это объясняю тем, что внутри себя я далеко не воин и противник всяческих боевых действий. Я работяга. Как вы видите это преступление, это может наследить мне в будущем, мира всем. Преступление или нет, это не мне решать. Это решают текущие законы государства. Я не прокурор, я не адвокат, тем более я не судья. Я человек, который пытается разобраться, почему происходят те или иные вещи. И здесь иногда мы немножко поверхностно понимаем всю эту ситуацию, связанную с боевыми действиями, что воевали якобы только кшатри. Это не так. Кшатри это офицеры, это организаторы, это люди, которые стратегически мыслят, которые дают приказы, которые возглавляют на войска и так далее. Большая часть солдат это всегда были, есть и будут шудры наемные, которые просто работают, выполняют свою работу. Это очень поверхностное представление о том, что воевали только кшатри. Еще раз, кшатри возглавляли. А воевали всегда шудры. Шудры это всегда основная тяглая сила. Допустим, кто-то может подумать, что торгуют, значит, вайши. Не обязательно. Вайши это владелец бизнеса, это владелец магазина. А вот там где-то продавцы и так далее, это никакие не вайши, это просто шудры, обыкновенные работающие по найму. Поэтому, когда мы говорим о военных действиях, то вы говорите, я не хочу воевать, потому что я не кшатри, я работяга. Мобилизация, она как раз работяга-то и касается, потому что кшатри профессиональные, их мобилизовывать не надо, они и так служат, потому что для них армия, это их естественная работа. Кшатри, они и так в армии, их не нужно мобилизовывать, никуда звать, потому что это их естественное занятие. А мобилизует как раз людей, которые когда-то, где-то там служили, год-два отслужили, или имеют какую-то там специальность техническую, которая может быть полезна в армии. Вот и все. Мобилизует всегда шудр. А кшатри, они и так уже, они всю жизнь мобилизованы, они всю жизнь в армии служат, понимаете? Поэтому здесь нужно четко эти вещи понимать. По поводу последствий в будущем, каждый шаг оставляет след. Любое действие имеет свои последствия. И поскольку уклонение, допустим, в данном случае от вот этой службы в армии, это пренебрежение неким социальным долгом, то, как правило, реакции происходят также на социальном уровне. То есть, допустим, человек может попасть под какие-нибудь ограничения в плане своих социальных прав. Я не знаю, как вот сейчас дело обстоит, но вот когда эта мобилизация была, я читал, что там, значит, те, кто уклоняется, у них там проблемы, значит, что получить права на вождение, или там право собственности на квартиру, или продать они нам что-то не могут. То есть, вот был, не знаю, как оно сейчас, но, по меньшей мере, такие разговоры я слышал, читал что-то такое. Вот, то есть, смысл в том, что если человек избегает своего долга на социальном уровне, на социальном же уровне приходят к нему какие-то определенные последствия. Вот, то есть, он пренебрегает обязанностями, и тут же происходит определенное ограничение или ущемление его прав. Потому что права и обязанности – это взаимосвязанные, взаимозависимые понятия. Вот, поэтому вот так это нужно понимать. Далее, Сергей Зависимый пишет. Считается, что совместное распевание имен Бога – это самая благоприятная духовная практика. Но в силу своей интровертности я никак не могу развить вкус к этому. Все эти пляски в толпе не по мне и вызывают лишь отторжение. Скажите, это признак, что я отторгнут от духовного блага. Нет. Нужно понять, что у ритуала есть внешняя сторона, есть внутреннее содержание яги или этого ритуала. Свою природу очень сложно изменить, может быть, даже и не нужно. Не все люди любят танцевать. Найдите то, что соответствует вашей природе. Я тоже не люблю пляски в толпе. Поэтому во время киртона я обычно стою в сторонке и стараюсь просто быть сконцентрирован на слушании и воспевании имен Бога. Какая-то внешняя динамика, все эти пляски, прыжки. Лично меня они также не волнуют. Есть люди очень динамичные по природе, для которых как-то вот это естественно так двигаться. Для них нормально танцевать. А для кого-то, естественно, может быть, стоять в уголке и в сторонке. Это просто его природа. Не то, что он против это. Это просто не его дело. Допустим, есть люди, которые регулярно проповедуют и так далее. Сотни, тысячи лекций дают. А есть люди преданные, которые за всю свою жизнь ни одной лекции не прочитали. Ни одной, понимаете? Это не их природа, понимаете? Но это не означает, что их божественная какая-то благодать обошла. Нет. Просто они действуют согласно своей природе. Поэтому не обязательно увязывать пение с танцев. Кто-то может сказать, ну как же, вот Господь Чайтани, он там на Радхаятре перед Джаганатхой плясал. Господь Чайтани, Ачария, основатель золотого века, можно сказать, юга аватара, в нем это все органично. Он затем пришел, что называется. Еще бы он сидел в сторонке. Понятно, что он будет петь и плясать. Но люди все обладают разной природой. Поэтому, если танцы вам не идут, то можете спокойно разделить эти две вещи, воспевание и танцы, просто заниматься воспеванием. По меньшей мере, такой ангель, такого процесса преданного служения, что прямо отдельно танцевать, у нас нет. То есть этот танец, он как некое динамическое сопровождение пения. А без пения эти танцы, у них никакого смысла нет. Поэтому это как, для экспрессивных людей, естественно, выражать себя через движение, через танец. Для людей более сдержанных, они просто поют, не обязательно, что они там какие-то телодвижения совершают при этом. Далее. Вадим спрашивает. Я слышал от нескольких преданных, что их служение духовному учителю это чтение 16 кругов и соблюдение 4 принципов. Объясните, пожалуйста, как это может быть служением? Это может быть служением, если мы правильно понимаем вещи. Скорее всего, ваше представление о служении, как о некой внешней активности. Поэтому вам непонятно, как воспевание может быть служением. Насчет соблюдения 4 регулирующих принципов, тут я с вами согласен. Это не служение. Потому что это просто поддержание гуны благости, которое помогает воспеванию. Воспевание становится более осознанным, более внимательным. А все формы активного преданного служения нужны только, заметьте, только для того, чтобы создать условия для воспевания. Для чего строят храмы? То есть воспевание – это наше главное блюдо, все остальные вещи вторичные. Для чего строят храмы? Для чего храмы поклоняются божествам, украшают их, закуп продуктов, подготовка, готовят одежды, проводят пуджи, какие-то праздники, умоют, убирают храм, поддерживают чистое. Для чего все это? Для того, чтобы была создана хорошая, вдохновляющая атмосфера для воспевания. Те же самые лекции, праздники, просад – это все определенные такие импульсы, вдохновляющие. Вдохновляющие на что? На воспевание. Понимаете? Поэтому, когда человек получает посвящение, допустим, в нашу традицию, он что говорит? Я обещаю повторять не менее 16 кругов Харьи Кришна Маун. То есть это самое главное. Чудо правопад говорит, что среди всех наставлений духовного учителя, самое главное наставление, которое он дает своему ученику, это вот воспевание святого имени. Он должен совершенствоваться в этом. Все остальное – это внешний антураж, который помогает этому. Понимаете? Если ваше представление о преданном служении, это как вот привезти продукты, помыть полы в храме и так далее, что-нибудь такое сделать, это прекрасно. Но для чего это нужно? Это не самоцель. Только для того, чтобы вокруг была атмосфера, способствующая воспеванию. И поэтому самое главное, даже если вокруг вообще ничего нет, вы на помойке сидите, вообще никакого храма, вообще ничего нет, все, что вы можете воспевать, воспевайте, это будет самое главное служение. Понимаете? Вот поэтому не нужно думать, что служение только вот какие-то, то, что плоды какие-то внешние приносит. Да, такое внешнее служение тоже есть. Но в контексте общей канвы духовного развития это все должно способствовать более углубленному воспеванию. Поэтому воспевание – это самое главное служение. Далее Вадим тот же спрашивает, что значит найти прибежище в святом имени? А если вы понимаете, что святое имя и Кришна тождественны, тогда найти убежище в святом имени то же самое, что найти убежище у Кришны, потому что Кришна – это и есть святое имя. Если вы понимаете эту природу, личностную природу, допустим, есть известный стих из Падмапураны, который описывает природу святого имени. «Нама чинтамани Кришна, чейтанья раса виграга, ниттяму ктапурна шудга, биннат вам наманами». Но что святое имя – это волшебный камень. «Нама чинтамани», имя Кришны – это волшебный камень Чинтамани, который буквально то, что все превращает в золото, то есть в переводе на духовный язык, то, что все вдухотворяет. «Читание раса виграга – это форма полная жизни и вкуса, читание расы. Ниттямукта – это имя всегда свободно от силы сквернения. Пурна шудга – оно полно и чисто. И оно биннат вам наманами нох. Оно не отличается от того, кого оно означает». То есть идея, с которой я начал свой ответ. Если вы понимаете, что это звуковой образ Кришны, кали, калы, нама, рупа, Кришна, аватара, в кали-югу, Кришна приходит в форме святого имени. То есть святое имя – это Бог в звуке. Бог в звуке. Поэтому найти прибежище в святом имени и найти прибежище у Кришны – нет никакой разницы, если мы понимаем, что святое имя и Кришна – это одно и то же. Есть шесть компонентов вот этого процесса шаранагати, который означает вручение себя Верховной Личности Бога. Что там в первые моменты? Это принимать все благоприятное для духовной жизни. Второе – отбрасывать все неблагоприятное для духовной жизни. Третье – это принимать Кришну своим единственным господином. Четвертое – верить в то, что он всегда поддержит и защитит. Пятое – не иметь планов, отличных от планов Кришны. То есть у вас с ним одно дело, одна жизнь. И шестое – быть кротким и смиренным. Кротким и смиренным не значит забитым быть, а кротким и смиренным, понимая величие Бога. Настоящее смирение может быть только перед Богом по-настоящему. Вот если в таком настроении человек живет, понимая эти шесть аспектов в Шаранагате или в вручении себе Богу, это означает, что он принял убежище у святого имени. Далее Вадим спрашивает, что происходит с Дхру Волокой и ее жителями во время вдоха Маха Вишну, когда все вселенные входят в его поры. Для тех, кто не в курсе, Дхру Волока – это фрагмент духовного мира или планета Вайкунхи внутри материального мира. То есть материальный мир – замкнутая сфера, и внутри этой замкнутой сферы есть представительство духовного мира, как посольство, допустим, какая-то страна, и в этой стране есть посольство другой страны. Вот Дхру Волока – это посольство духовного мира. И поскольку он обладает вечной духовной природой, то когда материальный мир сворачивается, когда Маха Вишну делает вдох, и все вселенные входят в него, с Дхру Волокой ничего не происходит. Она не сворачивается, потому что она из материальных элементов не состоит. Она просто не видна, непроявлена становится. Это то же самое, что спросить, а что происходит с изображением, когда сворачивают экран? Допустим, есть изображение, которое проецируется на экран, и благодаря этому фону экрана мы видим изображение. Теперь экран свернули, такого хорошего, контрастного фона нет. Что с изображением? Оно и есть, но его не видно практически, потому что соответствующего фона нет. Вот и все. Тот же Вадим пишет, что часто можно наблюдать, когда человек только пришел в общество преданных, что он очень активно включается в практику преданного служения, и как понять, является ли это ложным энтузиазмом новичка, или же это преданный просто продолжает с того уровня, на котором остановился в своей прошлой жизни. Ложный это энтузиазм, или это истинный энтузиазм, который продолжается с прошлого, можно будет понять с течением времени, потому что ложный энтузиазм обычно быстро заканчивается, и человек теряет энтузиазм. То он был такой, прямо с такими глазами, Кришна, 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 такой восторженный, все здорово, что сделать для Кришны. Потом раз и утух, это означает, что нет такого серьезного фундамента в его духовной практике. А если человек стабилен, всегда его энтузиазм сохраняется, это означает, что человек продолжает свою духовную практику из прошлой жизни, то есть фундамент там уже солидный, его какие-то трудности, всякие разные ситуации не сбивают, он продолжает, он тверд в этом плане. Но даже если энтузиазм новичка не твердый, иллюзор называют Уцца Хамай, это не проблема, потому что с этого начинает большинство. И даже под влиянием этого ложного энтузиазма можно совершить много вполне реальных, полезных духовных вещей, которые по крупицам, по крупицам, по крупицам будут формировать его уже настоящий энтузиазм, на котором он будет стоять чуть позже. То есть неправильный вывод такой, а это ложный энтузиазм, все пройдет, это ерунда, то есть можно вообще не считать, что он там делает, человек это не считается духовной практикой. Ошибка. Нет, все считается. Все считается. Любая, так сказать, любая мелочь в духовной жизни, которая поднесена к Кришне, это все считается, даже если энтузиазм еще пока не настоящий. Потому что, а как настоящий сформируется? Он формируется постепенно, фундамент, долго сначала копает его, потом там какая-то арматура или там какие-то ставят жесткости, потом это все как-то там заливается. Это все долго-долго-долго-долго строится. Для чего это нужно? Чтобы потом быстро строили здания. Понимаете? Поэтому энтузиазм, он является фундаментом веры, на которой потом уже строится непосредственно наше отношение с Богом. И даже пускай он будет ложный, какой-то там нестабильный, ничего, потом он станет настоящим. Потому что уже он сформирует запас благочестия, на котором все будет уже реально строиться. Еще от того же автора вопрос. Вы неоднократно говорили о том, что попасть в духовный мир могут только чистые преданные. Но ведь есть же милость такого чистого преданного, как Шила Прабхупада, есть милость Господа Читания. Разве у нас не должны быть веры в то, что по милости мы можем попасть в духовный мир, даже невзирая в наше несовершенство? То, что в духовный мир могут попасть чистые преданные, и то, что есть милость духовного учителя, это не противоречивая идея. Здесь нет противоречия. Вот милость Господа Читания, милость Шила Прабхупада, это не какой-то божественный каприз для избранных, что лежит там человек в Тамагуне. Господь Читания сказал, да я ему дам беспричинную милость. Ну, теоретически допустить это можно, но мы знаем, что милость тоже требует какой-то определенной, хотя бы минимальной квалификации. То есть, с одной стороны, милость подобна дождю или солнцу. Дождь падает на всех, солнце светит всем. Не избирательно. Не то, что он тому светит, а тому не светит. Но некоторые принимают, собирают эту дождевую воду или ставят какие-нибудь солнечные батареи, эту энергию солнечного света. А некоторые ставни закрывают, темные очки накрывают, одевают какую-то шляпу, то есть, скрывают от этого солнечного света. Понимаете? Вот. Или зонтик, чтобы дождь на него не попал. Вот поэтому дождь и солнце всем светят и льют. Но некоторые ограждаются от этого. Вот. Поэтому, значит, милость нужно желать, конечно, даже если этого не достойны. Но, значит, это не означает, что я могу получить ее при любом варианте. Что я пью водку, мантру не читаю, во все тяжкие пустился. И при этом вдруг ни с того, ни с сего на меня какая-то вот милость Бога не сходит. Ну, теоретически это нельзя исключить. Но более вероятно, что эта милость не сойдет тогда, когда человек, даже если он обусловленный, не очень квалифицированный, но он делает то, что может. Он делает то, что может. И он надеется на эту милость. Вот это хорошее сочетание. Понимаете? Делает то, что может. И надеется на милость. Тогда да. Больше вероятности. Чем человек, который вообще бросил весла, никуда не движется, никаких усилий не совершает. И просто он теоретически верит, что какая-то милость на него может не зайти. Ну, Богу мы приказать не можем. Да, он может что угодно сделать. Но обычно все-таки милость получают те, кто к ней стремятся. Я помню, где там пруд в Майапуре. Реплика Радхакунды считается. Копия небольшая Радхакунды. И там рыбы такие, карпы большие плавают. И там по привычке гости, эти паломники кидать какой-то корм. Значит, и кто этот корм получает? Можно сказать, что кидающий корм это дающая милость. Я видел, что некоторые рыбы, они прямо вот подплывают к поверхности, прямо хватают ее тут же, этот корм. А некоторые там где-то плавают далеко и даже не видят, что им кидают. Понимаете? Они находятся в одном пруду. Не такое большое. Вот. И кидающий корм, он не кидает какой-то конкретной рыбе, он просто кидает. А ловит тот, кто особенно голоден, тот, кто особенно жаждет это получить. Понимаете? Поэтому, хотя милость вроде как беспричинна, но человек, желающий ее, стремящийся к ней, он более вероятно ее получит, чем тот, кто к ней не стремится. И просто думает, а, ничего, я надеюсь на милость. Это не самый правильный подход. Тот же автор Вадим пишет, подскажите, пожалуйста, в чем заключается несовершенство логики Майавады в следующей аналогии. Подобно тому, как искра, которая вылетела из костра, способна разгореться и сама стать таким же мощным пламенем, как так и обычная джива, способна настолько возвыситься, что сама станет еще одним богом. Ну, похоже, что вы не очень знакомы с философией Майавады, потому что они ничего такого не говорят. И слабость Майавады совсем не в этом. Они говорят, что есть единый, неделимый брахман, но каким-то совершенно непостижимым, непонятным образом откуда-то взялась какая-то Майя, вот эта вот выводящая в иллюзию энергия, и разделила неделимый брахман, отделила от него маленький кусочек, этот маленький кусочек вообразил себя отдельной дживой, вот, и нужно этой дживе помочь избавиться от этого чувства отдельности, считая себя единым с брахманом и вот таким образом слиться с ним. Вот в чем суть Майавады, а не в том, чтобы стать вторым богом. В концепции адвайты или неделимости или полного единства никакого второго бога быть не может, все едино, понимаете? Вот, самое слабое место Майавады именно в том, что непонятно как в этом едином и неделимом брахмане завелась какая-то майя, которая отдельно от этого брахмана и которая отрезала от этого брахмана неделимого, отделила какую-то частичку, да? Вот, то есть, если есть только брахман и нет места майи в нем, вот, то откуда все это взялось? Вот в этом главный порог концепции Майавады, а не то, что вы написали. Анастасия спрашивает. Есть несколько проповедников, которых мне нравится слушать. Я подозреваю, что это потому, что они более или менее подтверждают мои собственные мнения. Но когда я пыталась слушать других, то чувствовала, что возрастает оскорбительное настроение. Нужно ли мне выходить из зоны комфорта или лучше продолжать слушать только тех, кто мне нравится? Ну, честно говоря, замордовали уже психологи всей этой зоной комфорта и необходимостью из нее выходить. Вы слышали что-нибудь подобное у Шилы Прабхупады или, может быть, в шастрах читали? Вот, я вам предлагаю вместо этого познакомиться с тем, что писал Вишнанадхич Акраватитхакур в своем комментарии на Бактира Самрита Синдху «Нектар преданности», где он описывает 64 анги, составляющих преданного служения. Что он там пишет? Какие принципы? Потому что вы говорите о санге. Вы говорите, вот есть там какие-то любимые проповедники. То есть, почему они любимые? Потому что они вдохновляют вас на духовную жизнь. Это эффект садху санги. И вот Вишнанадхич Акраватитхакур объясняет какие должны быть три необходимых условия для того, чтобы садху санга, вот это вот общение с преданными давало максимальный эффект. Что он говорит? Значит, саджатия, сникдха, махатара, садху санга. То есть, нужно общаться с любящими, зрелыми, преданными одного настроения. А вот теперь разберем чуть более подробно. Итак, чтобы духовное общение дало нам максимальный духовный эффект, три условия. Во-первых, саджатия, сходное настроение. С точки зрения уже возвышенных людей, которые находятся на уровне расы, духовного вкуса, это означает, что они в одной расе находятся. Поэтому они одной природы. Вот у них дружеская раса, поэтому ему интересно слушать вот друг друга. Это раса. Если сейчас что-нибудь начинает рассказывать о Вацали расы, или о Мадхуре, или о Шантадасе, это все духовная жизнь. Но им это будет неинтересно, потому что это их невкус, они на другой волне находятся. Итак, это для уровня расика, для тех, кто отновил. Для обычных предных, начинающих, которые не находятся на уровне расы, на уровне Вайди Саданы, должен быть тоже сходный подход, сходное умоностроение к служению, сходное понимание служения. Вот что обозначает этот первый принцип саджатье. Второй принцип снигдха. Снигдха обозначает буквально мягкость, нежность, любовь, то есть, этот цадху, которого мы слушаем, он должен относиться к нам вот таким вот мягким, теплым отношением, то есть, что он не просто там какой-то, ну, не знаю, лектор, который оттарабанил, так сказать, сухо правильную философию, нужные цитаты, привел, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все там, всем киджа и пошел, да? Но вы не почувствовали никакого, ну, личного отношения к себе. Это не совсем ваш случай. То есть, очень важно, чтобы этот садху относился с любовью к своим подопечным. Вот, если вы не чувствуете вот этого с его стороны к вам какого-то личного внимания, это не совсем ваш вариант, то есть, этот садху-садху не даст вам полного эффекта. И третий фактор, который делает садху-сангу успешно, это вот это вот махаттара. Махаттара означает такой возвышенный, действительно, великая душа, реальный садху, зрелый, преданный, не просто тот, чья обусловленность вам нравится. Вам нравится слушать рэп и вашему гуру нравится слушать рэп. О, у нас с гуру полная солидарность, его обусловленность совпадает с моей обусловленностью, классно, он прям вот, как говорит, вот с языка снимает, говорит те же самые вещи, что я, поэтому я его люблю. Нет, гуру должен быть реально махаттара, это возвышенная душа, садху, который осознал свою духовную природу. Это не то, что наша симпатия к нему, просто потому, что его обусловленность нам подходит. Вот мы с ним себя чувствуем как бы на одной волне. Садху не должен быть обусловленной душой, он должен быть в идеале освобожденной душой, ну или по меньшей мере более, если не освобожденной, то, что по меньшей мере более продвинутым, чем мы, причем заметно более продвинутым. То есть, тогда вот это вот, общение с нами даст, общение с ним, вернее, даст нам наилучший вариант. Вот, поэтому все вот эти вот зоны комфорта и прочие-прочие разные вещи, к чему вся эта странная, непонятная терминология, когда наша традиция вполне самодостаточна, и вот эти все вещи давным-давно уже описаны, лучше изучать это, понимаете, и говорить на языке традиции, на языке вот этих вот глубинных, настоящих понятий, чем скатываться вот во все это какое-то такое модно-современное, но очень поверхностное, которое все больше в сфере какого-то вот чувственного восприятия находится, нежели каких-то глубинных вещей. Далее вопрос задает Лена Лахман. Правда ли, что муж и жена в следующей жизни снова будут мужем и женой, то есть из жизни в жизнь они воплощаются как минимум семь раз? Это зависит от их желания, это зависит от уровня их привязанности, да и потом, как вы считать это вообще будете, с какой жизнью, например, вы вышли замуж за какого-то человека, и вы думаете, что это ваша первая совместная жизнь. Откуда вы об этом узнали? А вдруг она третья, а вдруг она седьмая, последняя, понимаете? Вот, поэтому есть, да, когда там проводится по всем правилам этот ритуал вивахи, и там они, значит, связывают свои одежды, значит, в узел и семь раз обходят вокруг жертвенного огня, и это считается, что вот они связали себя на семь жизней. Ну, в целом такая идея ритуала, но, опять же, как говорится, счет с чего начинать, мы же не знаем свое прошлое, поэтому кто-то действительно может быть в первый раз, а кто-то, так сказать, уже там посередине или приближает к концу, поэтому не стоит это принимать как какой-то абсолютный принцип, потому что вы не знаете точки отсчета, сколько у вас уже было этих отношений. Роман спрашивает. Объясните, где находится свобода воли или выбора. Есть мудрецы, которые обладают способностями видеть все три состояния времени, прошлое, настоящее, будущее. Если у нас есть свобода воли, то будущее не определено, так как в любой момент мы можем его изменить своим решением. Какое же тогда будущее эти мудрецы видят? У вас не совсем верная предпосылка стартовая, даже, я бы сказал, ложная. Вы формулируете так, еще раз зачитаю вашу статую. Если у нас есть свобода воли, то будущее не определено, так как в любой момент мы можем его изменить своим решением. Это ошибка. Объясняй, почему. Свободный выбор означает, что вас никто не заставляет этот выбор делать. Выбирайте его сами. При этом есть некоторая предопределенность. И выбор определяется прошлыми самскарами, то есть наработками, привычками, вкусами прошлого. Если передо мной несколько видов мороженого стоят, выбирай, какой хочешь. То есть технически у меня есть выбор выбрать любое, допустим, из пяти этих вариантов. Но при этом у меня уже есть сформировавшийся вкус. Допустим, какой-нибудь клубничное, вишневое, банановое, манговое. у меня есть технический выбор выбрать любое. Но при этом у меня уже есть определенный вкус. Допустим, я что-то пробовал раньше, мне понравилось. Я пробовал другое, мне не так понравилось. И я хочу повторить приятный опыт, то, что мне понравилось. Поэтому, хотя никто меня не заставляет совершать выбор, я его совершаю свободно, никто на меня не давит, он технически у меня есть, я выберу то, что предопределено. Чем? Моим вкусом, моими прошлыми привычками, моими прошлыми самскарами. Тем, что я хочу повторить еще раз это. Понимаете? Свободный означает, на меня никто не давит. Но все равно из этих пяти видов мороженого вероятнее всего, вероятнее всего, я выберу то, что для меня вкуснее. И это определено уже прошлым опытом. То есть, я свободно выбираю, без внешнего давления, то, что предопределено моим опытом. Улавливаете идею? Понимаете? Вот, то есть, хотя технически я могу выбрать все, что угодно, я выберу именно то, что мне приятно, потому что у меня уже есть какой-то опыт, уже есть какие-то самскар, уже какие-то привычки, какие-то вкусы. Вот в этом моменте таком немножко неуловимом и коренится ответ на ваш вопрос. Вот, то есть, вот это мне нужно учитывать, что я добровольно, свободно, без давления выбираю предопределенность, которая определена моими внутренними склонностями. Другое заблуждение по поводу того, что мудрецы видят будущее, состоит в том, что они видят лишь глобальные тенденции истории, истории, а не какие-то детали конкретной жизни каждого конкретного человека. И видеть глобальные тенденции это не такая уж мистика. Например, сейчас я могу вам предсказать, что сейчас с каждым днём в России день будет становиться всё короче и короче, ночи всё длиннее и длиннее, будет всё холоднее и холоднее, будете одевать на себя с каждым днём всё в более и более тёплую одежду и будете ждать конца зимы и так далее. Как вам такое предсказание? Вы скажете, ну это же любой дурак может предсказать, потому что вещи циклически повторяются, правильно? Каждый год мы вот эту зиму чувствуем, как она наступает. Вот тоже самые мудрецы. Вещи циклически повторяются. И то, что допустим в Яса Дева до наступления кали-юги уже предсказанной тенденции кали-юги. В чём сила? Ну да, он три калагья, он видит три состояния времени. Дело в том, что эти кали-юги, они же постоянно повторяются, каждую маха-югу, каждый цикл. Но то, что сейчас наступает зима, это общая тенденция, могу её легко предсказать, это не означает, что я обязательно вижу, какого цвета зимнюю шапочку вы выберете, какой вы будете ходить зимой. Понимаете? Вот эти детали не обязательно мудрец будет видеть. А общая тенденция он может предсказать легко. Или, допустим, если в самолёте сейчас раздают обед, то я могу легко сказать, что через полчаса после окончания обеда ко всем туалетам выстроится очередь. Как вам такое предсказание? Видите, какой я великий мистик? Я предсказал. Так это же и так очевидно, что всё там, так сказать, система начнёт работать, мочевой пузырь начнёт наполняться и так далее. Вот, и всё это потребует какого-то выхода. То есть, просто наблюдая, наблюдая какие-то вещи, и так можно предсказать какие-то определённые тенденции. Это никакая-то не мистика. Это просто способность прогнозировать закономерные вещи. Если вы видите начало какой-то тенденции, то, если у вас есть разум, можете легко её продолжить. Без детализации общие тенденции. Это то, что видят мудрецы. А то, что вы выбираете какие-то вещи сами, без этого внешнего давления, это никак не влияет на то, что там видят мудрецы. Они видят общие тенденции. А вы выбираете просто свою предопределённость, потому что есть у вас определённый вкус. И вот и всё. Надеюсь, как-то прояснилось. Григорий С. Спрашивает. Подскажите, как можно правильно преподнести жене, что нельзя есть мясо, хотя бы говядину, но то, что я перестал есть мясо и яйца, она смотрит как на действия полуумного сектанта. Такое же отношение от родителей. И у нас есть мальчик, ему 11 месяцев. Я хотел бы, чтобы он с детства принимал правильную пищу, но споры с женой могут разрушить брак, чего крайне не хотелось бы. подход мужской без учёта женской природы. То есть, вы думаете, что дело в каком-то хитром логическом аргументе. Для мужчин очень важна логика. Но дело здесь не в аргументах как таковых, а в вашем статусе, в вашем авторитете в глазах жены. Для женщины логические аргументы это не самое главное. Женщина смотрит на силу примера, на силу авторитета. Если женщина уважает вас как личность, как мужа, как мужчину, видит вас именно силу этого авторитета, тогда она примет любые аргументы или может быть даже без аргументов. А если жена не приняла вас или не принимает как личность, как таковую, никакие аргументы не помогут. Я не знаю точности, я не знаю всех деталей, очень скупая информация, а я просто сейчас проговариваю некоторые разные варианты, которые могут быть, какой из них в реальности я не могу точно знать. То есть, если жена смотрит на вас как на полумного сектанта, как вы сами пишете, то аргументы здесь ни при чем. Потому что в ее глазах получается, что вы не обладаете статусом какого-то реального авторитета, а может быть вы действительно как сектан себя ведете, я же не знаю. Поэтому это может быть как проблема вашей жены из-за какого-то ее проблемы, то есть она вам почему-то не доверяет, а может быть это ваша проблема, если вы действительно себя неправильно ведете. Но это только вы можете рассудить, потому что я ситуации деталей не знаю. если жена уважает мужа, тогда она будет задавать вопросы, она не будет с ним спорить, она будет задавать вопросы и принимать его ответы или какое-то между ними будет уважительное обсуждение, так они могут прийти к какому-то решению. Вот так она тоже может принять пользу, допустим, гетарианского питания, в том числе для детей. Поэтому либо вы не смогли донести до нее грамотную эту тему, и поэтому у нее сформировалось какое-то негативное отношение, либо по каким-то причинам она вас не воспринимает вообще в качестве авторитета, а тем более в вопросах детского питания. Не знаю, читали вы, не читали, бессмертную классику советской литературы Ильфа и Петрова «12 стульев». И там был такой фрагмент, значит, когда Астап Бендер искал в Москве где-то переночевать, и к какому-то своему старому другу зашел Коля, значит, у него там такая какие-то там коммуналка такая ужасная, много людей живет, а этот Коля, он недавно женился, молодожен, у него молодая жена Лиза, и этот Коля вегетарианец. И, значит, у него, видимо, мало денег, и он, значит, в целях экономии своей жене Лизе проповедует о пользе вегетарианства, и в частности ссылается на Льва Толстого, что Лев Толстой тоже не ел мяса, а все соседи все слышат, тут же помогают участвуют в этом споре, в общем, смешной такой диалог немножко получился, но закончилось все плохо, потому что эта молодая жена Лиза психанула, она не хотела быть вегетарианкой, и она там убежала от него. Вот, то есть, чтобы вот такая ситуация не произошла, для этого нужно понять, что для принятия вот таких революционных идей, а смена питания, радикальная смена питания, это в общем революционная идея, человек должен дозреть, понимаете, вот, и не всегда это происходит быстро, вы же тоже не с рождения были вегетарианцем, правильно, вот, но тем не менее это не помешало вам встать на путь духовности, вот, как-то как-то вы все на определенном этапе приняли, потому что дозрели, то есть, вы уже почувствовали для себя эту необходимость, вот, поэтому, если вот эти все споры грозят разрушением семьи, то может так статься, что ребенок не только без нормального питания останется, он еще и без отца останется, то есть, это будет совсем плохо, понимаете, вот, и вот этого лучше всего не допускать, поэтому, если вы не можете выиграть битву, не ввязывайтесь в нее, то есть, нужно просто занять в данном случае, будет более правильную тактику, то есть, дайте время, пусть сын вырастет, пусть сам сделает свой сознательный выбор, можете также периодически угощать просадом, что как-то одухотворит его жизнь тоже в некоторой степени, и это будет его неосознанным контактом с духовной энергией, что поможет ему в будущем сделать правильный выбор, то есть, не всегда у нас получается сразу всего добиться, вот в этом случае нужно просто запастись терпением и выбрать правильную тактику, вот и все. Следующий вопрос задает Лжедмитрий, вы наверняка просматривали фильм Кинзадза, советский, если непонятно, и слышали фразы на якобы инопланетном языке от героев и персонажей фильма, и не постесняюсь спросить, вам они не напомнили какие-то слова или фразы из проиндоевропейского санскрита? Если да, то что это было, и вообще бывали ли случаи из жизни помимо этого? Кинзадза, ну, культовый фильм в свое время, он вышел в 86-м году на экраны, и это был тот период, когда я редко бывал дома, то есть в Советском Союзе, еще тогда с 83-го по 89-й год, я работал в Дальневосточном морском пароходстве на судах загранплавания в регионах Юго-Восточной Азии, Австралии, Океане, вот, поэтому этот фильм я пропустил, когда он вышел и стал культовым, вот, и я смотрел его уже ретроспективно где-то в 2000-х годах, наслушавшись каких-то там хвалебных, неумеренных отзывов о нем, что прям гениальный какой-то фильм, я его посмотрел, но, честно сказать, у меня стало чувство какого-то недоумения, то есть я не понял, чем там так сильно народ восторгался, касательно фраз из пра-индоевропейского санскрита, то весь русский язык, а не только эзотерические возгласы из этого фильма, практически все, что мы говорим, оно исходит из этого протоязыка, поэтому, так или иначе, это все и есть проявление этого языка, если вас волнует там этот какой-то возглас ку, или как они там говорили, то чем тогда хуже будет сказать ку-кушка, да, или английский ку-кумбер, ку-кумбер, да, огурец, или какая-нибудь морепродукт ку-кумария, есть такой, да, пожалуйста, два раза по ку, несколько слов совершенно разных по смыслу назвал, вот, поэтому я бы не стал придавать этому фильму какую-то особенную значимость, то есть, может быть, он в то время в Советском Союзе как-то так, выстрелил на фоне общей какой-то серости, я не знаю, вот, но когда я смотрел его ретроспективно, честно говоря, он на меня особенно впечатлений не произвел и какой-то эзотерики в этих выкриках я не заметил. Ярослав спрашивает, я работаю на своего отца, который очень сильно страдает из-за чего-то, не могу найти причину, из-за своих же страданий он вынуждает страдать всех своих близких людей, прямо как настоящий тиран, от него отвернулись уже все из нашей семьи, только я сейчас общаюсь с ним, но я тоже уже не выдерживаю такой связи со своим отцом, как же поступить, прекратить общение, либо выполнять долг сына. Все зависит от того, сколько у вас внутренних сил, то есть я не знаю, можно ли помочь отцу разобраться в его проблемах, устранить внутреннюю причину его недовольства, его страданий, это было бы идеальным решением проблемы, но подозреваю, что это может быть сложно, скорее всего он не молодой человек, а с какими-то консервативными взглядами, судя по всему, раз вы говорите, так с ним сложно общаться, вот, значит, если это невозможно, и его, как говорится, из этого состояния выдернуть не получается, тогда нужно подумать о своей собственной безопасности, и тут есть два варианта, первое, это регулярно заряжаться духовной силой, духовной энергией, которая приходит к нам из духовной практики, которая повышает вашу стрессоустойчивость и способность терпеть вот эти сложные отношения с ним, либо, если у вас такого ресурса духовного нет, значит, остается просто извиниться перед ним, объяснить ему свой шаг и отстраниться на какое-то безопасное расстояние, то есть иногда это единственное, что мы можем сделать. Следующий вопрос задает Маша Малышко. Внешне я человек неактивный, не люблю физическую активность, лениво, то есть гуна невежества присутствует, но внутренне я очень активный, читаю, размышляю, в течение дня постоянно думаю о Кришне на работе, на улице, везде, вижу солнце и луну, думаю, что это его глаза, деревья, волосы и так далее. Могу в таких мыслях весь день проводить, слушаю много о нем, но повторять мне сложнее с количеством кругов перебои. Я не пойму, я занимаюсь бхакти-йогой или нет. А помогите другой, я видимо не стану и переживаю. Да, слушание о Кришне, памятование о Кришне, это все процессы бхакти, причем одни из основных, слушание называют шраваном, чтение, памятование это смараном. В нектаре преданности, где описываются основные процессы преданного служения, приводятся имена даже великих личностей, которые достигли успеха даже благодаря всего лишь одному процессу преданного служения. например, Махараджа парикши достиг совершенства протеста слушания шраваном, он ничего не делал, только слушал о Кришне, это был последний этап его жизни. А допустим, другой преданный Прохлада Махарадж, его главным служением было смараном памятование, потому что он шел в демоничном окружении, вокруг были одни демоны, он родился в семье демонов, и трудно было чем-то другим заниматься, но он мог помнить с преданным служением, хотя это такие пассивные формы это служение. Киртаном воспевание всегда очень укрепляет смараном памятование, но поскольку вы пока не связаны какими-то обетами по количеству кругов, то сильно не загружаетесь, вот сколько получается повторять, только повторять, но хоть какое-то количество кругов важно повторять. Всему свое время, то есть нужно набрать тоже определенную духовную силу, определенный вкус, и происходит переход количества в качество, и когда увеличивается из-за увеличения количества качества, потом это количество опять переходит в качество, потом опять переходит в качество и так далее. Закон диалектики, закон развития. И последний на сегодня вопрос, его задает Алексей, скажите, пожалуйста, благодаря чему преданные и люди в целом достигают каких-либо целей? Некоторые утверждают, что в центре должна быть дисциплина, некоторые говорят о мотивации и так далее, но как картина выглядит на самом деле? Можете ли расставить максимально важный акцент и по достижению цели, что для этого нужно с физической точки зрения или просто здравого смысла? Поделитесь опытом, пожалуйста. я бы выделил четыре основных компонента для достижения цели. Первое это желание и мотивация, то есть это внутренний импульс, который запускает весь процесс. Пока вы чего-то целенаправленно не хотите, это не будет происходить. Итак, желание и мотив, это внутренние вещи. Второй пункт, понимание технологии, то есть знание как этого достичь, какая-то теоретическая подготовка, то есть какие-то этапы, то-то-то-то, понимание хотя бы на уровне теории, понимая технологию. Пункт третий, должен иметься кармический потенциал, то есть силы или энергия для достижения этой цели, определенное упорство, терпение, трудолюбие, без этого ничего невозможно сделать. И воля небес или благословение параматмы, везение, так сказать, чтобы как-то высшая воля вошла в это ваше начинание, оно благоприятно завершилось каким-то успехом. Это то, что я вам изложил. Также можно вспомнить 18 главу Бхагавадгита, 14 стих, где Кришна говорит о пяти факторах деятельности, что есть деятель, это душа, есть поле деятельности, это тело или какие-то внешние условия, есть усилия или какая-то энергия, которую вы вкладываете в этот процесс, есть инструменты или средства, чем вы работаете, и дайва. Дайва это та же самая параматма, позволение свыше. То есть мы видим, что во многих пунктах эта программа достижения внешнего успеха перекликается. Поэтому для того, чтобы достичь внешнего успеха, нужно иметь внутренний драйв, желание, мотивацию, понимание, определенную энергию, стойкость, терпимость и высшее благословение. Тогда можно рассчитывать на успех, как в материальной жизни, так и в духовной жизни. На этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за ваши интересные вопросы. До новых встреч. Харе Кришна. Ом Тат Сат